Субтитры создавал DimaTorzok В Питагоне очень мало осталось денег, и Associated Press, и Wall Street Journal, и New York Times, и кто только не напоминает, что денег осталось мало, чтобы помогать Украине, и что нужно что-то решать, что-то решать, это не значит, что не надо помогать Украине, это значит, нужно принимать какие-то решения, это позитивно. Вот, и в этом смысле, давайте об этом поговорим, считаете ли вы, что это часть какой-то большой предвыборной кампании, которая началась, а началась она прямо у них сразу с места в карьер, вот сразу просто против Трампа судебные дела, против Байдена слушание в Нижней Палате по импичменту, и куча всяких других, какого-то резкого движения началось. Поэтому, вот как вы это оцениваете, как человек, который много видел же вот таких избирательных кампаний, по честному говоря? Да, видел я их много разных, но я не видел избирательную кампанию в США изнутри, поэтому вот как бы мне сложнее здесь оценивать, но на самом деле чего-то принципиально нового, вот в том, что сейчас происходит, нет. Вот вы упомянули проблему шатдауна, он в последний момент был нейтрализован, но лишь на время, лишь на время пока, на 45 дней. Или, допустим, проблема импичмента, вот сейчас попытка импичмента в адрес Байдена. На самом деле, сейчас республиканцы повторяют то, что делали демократы по отношению к Трампу. Потому что, когда у демократов при Трампе было большинство в Палате представителей, они организовали шатдаун республиканцам. И точно так же организовали попытку импичмента Трампа. Правда, результат это не принесло, но как бы организовали. Вот сейчас, как иногда говорят в политике, республиканцы делают зеркальный ответ. Делают то же самое администрации Байдена и демократам. Ну, все это, знаете, со стороны наблюдать было бы весело, если бы оно нас не касалось. Вот в чем проблема. Мы стали, к сожалению, Украина и помощь Украине, вот точнее помощь Украине стала, ну, таким заложником, что ли, вот этого межпартийного конфликта. Действительно, еще пока и праймерис еще нет, пока только дебаты у республиканцев. У демократов другая ситуация, как бы официальный кандидат это Байден. А вот у республиканцев уже вроде бы начались дебаты, хотя в них не участвует главный кандидат Трамп. У него другие дебаты со следователями и судьями. Это, правда, не мешает никак его рейтингам, может быть, даже отчасти помогает росту его рейтинга, как-то не парадоксально. Это тоже, кстати, некая новая ситуация. Мы к этому уже привыкли. У нас уже не раз нечто подобное было, и мы уже наблюдали какие-то схожие ситуации. А вот для американцев эта новая ситуация, и лишний раз, к сожалению, она показывает раскол, который усугубляется в американском обществе. Вот это, на мой взгляд, на перспективу самое опасное. Именно этот раскол. А пока вот этот бюджетный клинч, который возник, мы стали его заложниками. Да, на определенное время формально бюджетная помощь со стороны США прекращена. Вот на эти 45 дней ее нет. На будущий год она пока тоже не проголосована. Но я так понимаю, что и в Белом доме готовились, отчасти мы тоже готовились, и в Минобороны США готовились. Поэтому есть некая заначка. Там 5-6 миллиардов, которые как-то вот странным образом оказались неиспользованными. Были несколько завышенные бюджеты, неизрасходованы были эти деньги. И вот теперь их можно использовать. На какое-то время их хватит. Но я думаю, что для военной помощи до конца года вполне может хватить. Другое дело, это ведь касается конкретных видов помощи, не просто денег. И для нас, между прочим, проблема будет в том, что мы можем какое-то время не получать финансовые, бюджетные поддержки от США. А это для нас важно, потому что наши партнеры и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, они финансируют почти две трети бюджета. Около 60% по разным оценкам. Цифра сейчас немножко меньше, чем раньше. То есть ситуация в украинской экономике постепенно, медленно, но постепенно улучшается. Но все равно проблемы есть. Поэтому для нас вот этот бюджетный клинч в США, он, конечно, является проблемой. Пока не критичной. Надеюсь, что временной проблемой. Но для нас это тревожный звоночек на будущее. Надо готовиться к тому, что может быть повторение подобных проблем. Чем ближе к выборам, они будут только через год, даже чуть больше, чем через год. В начале ноября будущего года. Ну и самое главное. Главные риски, на мой взгляд, могут появиться в том случае, если Трамп победит на выборах. Учитывая, что сейчас в лагере республиканцев, хотя там много сторонников Украины, много конгрессменов, особенно сенаторов республиканцев, которые поддерживают Украину, тем не менее, есть очень заметное и усиливающееся крыло республиканцев, трампистов таких завзятых и ярых, которые считают, что вообще не надо давать деньги США на какие-то крупные зарубежные проекты. Деньги США нужно использовать внутри страны. Поэтому и помощь Украине надо сократить. Плюс заявление в пользу того, что надо вообще прекратить эту войну, она не отвечает интересам США. На самом деле, даже многие республиканцы в США понимают, что противостояние российской угрозе как раз отвечает интересам США. И если этого противостояния не будет, то проблем для Соединенных Штатов в геокалитическом плане возникнет гораздо больше. Но, к сожалению, есть иные голоса. И вот то, что есть конфликт внутри республиканской партии, и двухпартийный консенсус поддержки Украины, хотя и сохраняется, но, к сожалению, он стал несколько меньше, и в нем проявились трещины, существенные трещины. Поэтому это тревожный звоночек на будущее. И нам, на мой взгляд, надо думать сейчас, и не только по отношению к США, но и в Европейском Союзе, надо думать об изменении тактики. Прежняя тактика, когда мы требовали, давайте нам срочно новый вид оружия, боеприпасов, то есть мы выступали такой требующей стороной. А сейчас надо не требовать, надо договариваться, надо искать соприкосновения интересов, надо делать акцент на интересы противоположной стороны и показывать, что им выгодно и желательно в их же интересах помогать нам. Это требует, и, кстати, вот тоже, даже тактика должна касаться особенностей Трампа, его окружения, особенностей ситуации в республиканской партии. Надо вырабатывать особую тактику взаимодействия с Трампом, кстати, с Маском, в том числе, учитывая его последний твиттер, нам это может не нравиться, но такова реальность. Лучше не делать вот таких вот, скажем так, легковесных действий, как это было, например, в полемике с поляками, то есть вот таких эмоциональных действий. Это не самый хороший вариант. Нужно где-то вот, как, допустим, Маск занимается троллингом, и его надо потроллить, но без агрессии, без агрессии. Мы должны быть выше этого. И вот с Трампом, и с его окружением, с разными группами республиканцев надо искать особую тактику. Это сложнее гораздо, чем было раньше, но другого выхода у нас нет. Владимир, вот давайте вернемся снова к Америке, потому что когда в последнее время звучат разговоры о том, сколько денег, что нужно еще выделить, что не хватает в бюджете, то возникает странное ощущение, что в какой-то момент война России против Украины вдруг стала предметом каких-то, я не знаю, финансовых аспектов или только финансовых аспектов. Вот это меня несколько удивляет, потому что еще буквально в прошлый раз мы с вами обсуждали, как господин Блинкин вышел и сказал, что Украина вообще ключевая во всем этом сломе мирового порядка. Ну, ни много, ни мало. Он сказал, что все же рухнуло, то, что было после вот той холодной войны. И теперь то, что происходит в Украине, это ключевые моменты. И тут вдруг мы говорим о деньгах. И вот когда мы говорим о каком-то видении, тут сразу четыре странных, балансирующих на грани вещи. Вот как вы их объясняете, непонятно в американской политике. Может, это такая интрига, они так делают. С одной стороны, проблема с деньгами и то, что мы видим. С другой стороны, какой-то стратегический план по Украине. Но это тоже политика написала, да? Ну, я зашла. Это же официально висит на сайте. То есть правительство, то есть ничего такого нет. Но, смотрите, есть, скажем так, официальные документы того же Госдепартамента, а есть публикация «Политика». Да, конечно. Когда речь идет о «Политика», я всегда очень осторожен, потому что там есть интересная, значимая информация, а есть, извините, банальные сливы. Причем иногда у меня очень большое подозрение. Это точно так же, как в Украине, когда сливают, ну, скажем так, используя в том числе и финансовые инструменты. Ну, это так, к слову. Но информация, я поясню, по стратегии... Не, а можно я еще добавлю? Еще два. Тут же еще два интересных момента, да? Итак, вернемся. С одной стороны, нет денег на оружие. С другой стороны, стратегия, которая действительно висит на сайте правительственном. Я переходила по этой ссылке из «Политика», оказалась на правительственном сайте. А эта стратегия существует по Украине. Другое дело, что они там написали, что там есть какая-то тайная часть. Ну, это и дело. Вот. Но это такое дело. С другой стороны, мы видим ленд-лиз, который сейчас закон о ленд-лизе закончился, но он нам бы, наверное, сейчас очень пригодился, потому что дал бы Байдену простор в деятельности, да? Вот. И в этом смысле как бы... И плюс еще Блинкен, который говорит, что мы стратегически важны. И тут как-то непонятно вообще, что же... Ягзебратов, это докупо. Вот очень отличное украинское слово. Что это за какая-то странная хаотичность? Нет никакой хаотичности. Хаотичность, элементы хаотичности. Есть в обострении предвыборной борьбы. Там есть элементы хаотичности. Но обратите внимание, в последний момент, что называется, на ленточке, они договорились о временном бюджете на 45 дней. Вот потому что своя рубашка ближе к телу. Кстати, опять-таки, пожертвов Украины, финансированием Украины во время этих 45 дней. Но тут, к сожалению, эгоизм в политике, это тоже явление, очень распространенное, как и в человеческих отношениях. Да, дружба дружбой, как говорит известная пословица, а табачок в рось. Вот здесь то же самое. Когда мы говорим об Америке, слушайте, Америка это всегда про деньги. Это страна самого продвинутого, самого такого либерального, самого ярого капитализма. Поэтому там всегда про деньги. Эта страна выросла на культе денег. Можно к этому по-разному относиться, но это часть американского образа жизни. В отличие, например, от соседней Канады, от Европы, где деньги все-таки, ну, всегда играли несколько меньшую роль. А в США, во-первых, к ним нормально относятся, во-вторых, как бы, это одна из ценностей в прямом и переносном смысле для американцев. Не для всех, конечно, но в целом зарабатывать деньги, там это нормально. И деньги они всегда считают. Поэтому они считают деньги на помощь партнеров. Что касается денег наружи для Украины. Деньги есть наружи для Украины. Но сейчас это заначки, вот которые остались и которые будут пока использовать в нашу пользу. Посмотрим, как это будет работать. Но вот как бы вроде бы заначка есть. Я так понимаю, у Байдена готовились к этому, ну, или к шатдауну, или к временным проблемам с финансированием Украины. Но, в принципе, пока американская экономика и финансовая система в таком состоянии, что деньги на поддержку Украины не могут найти. Могут. Другое дело, и вот тут тоже опять дискуссия про деньги. И это дискуссия давняя. Потому что есть в американской политике давняя традиция изоляционизма. Это явление, которое существует уже больше ста лет. Я напомню, что когда в Европе только дело шло к Первой мировой войне, в США была огромная дискуссия, и вот сформировался этот политический лагерь, этот политический тренд, что Америке не надо вмешиваться в европейские дела. Америка должна сосредоточена быть на своих проблемах. Не надо воевать за океаном, лезть туда за океан. Пусть европейцы сами разбираются. Но в итоге, что получилось? Парадокс. Влезли американцы и в Первую мировую войну, а потом в Вторую мировую войну. Влезли в европейские дела. Более того, воевали, гибли американцы на полях и Первой и Второй мировой войны. Однако, опять-таки парадокс. Вопреки вот этому популярному тренду в Соединенных Штатах, именно участие в европейских войнах усилили влияние США, сформировали мировое лидерство США. И США, опять-таки про деньги, США на этом хорошо заработало. Когда начался экономический и политический подъем Соединенных Штатов? После Первой мировой войны. И я бы сказал, было два инструмента влияния. Ну, на самом деле, их было больше, но один инструмент – это американские деньги. Потому что банки американские финансировали европейцев, которые очень сильно потратились во время войны. А второй, кстати, инструмент – это интересно. Культура. Джаз, кинематограф. Америка начала культурно завоевывать Европу через культуру, через свое культурное влияние. Вот там софт-пауа. И после Второй мировой войны та же самая тенденция в еще больших масштабах. И, по сути, именно после Второй мировой войны США стали ведущей, лидирующей державой в мире. В том числе, и вот это тоже новый тренд появился уже после Второй мировой войны, это продвижение ценностей демократии. Началось это еще вот в Первую мировую войну при Вильсоне, его как бы вот идеалистическая внешняя политика и ценности, основные на правах человека. А потом вот ценности демократии. Это я говорю о контексте. Вот эта дискуссия о том, Америка должна влиять на весь внешний мир, должна быть таким миссионером, который несет ценности добра, демократии, развития, прав человека. Либо Америка должна сосредоточиться только на своих внутренних делах и деньги расходовать только на себя. Вот эта давняя дискуссия, она длится уже десятилетиями, и сейчас мы видим ее обострение. К сожалению, это касается Украины. К сожалению. И вот я пока еще раз повторю, я вижу больше рисков не на сегодня. Сегодня это скорее такие ситуативные, временные риски. Я думаю, что скорее всего, в ближайшее время появится законопроект о продолжении финансирования Украины. Потенциал для его принятия есть. В Сенате точно. Там уже была двухпартийная резолюция. А вот в Нижней Палате, в Палате представителей, там сложнее. Там вот этот внутренний раскол у республиканцев. И Маккарти, глава Палаты, он вынужден маневрировать, искать равновесие. Ему угрожают отставкой. Поэтому вот он будет пытаться найти тоже какой-то консенсус. Но скорее всего, либо вот будет тоже резолюция о временном финансировании, о продолжении поддержки Украины. Либо, когда будут принимать уже бюджет на будущий год, сбалансированный. Попытаются найти компромисс. К сожалению, возможно, в рамках компромисса некоторые снижения уровня поддержки Украины. Вот этого я не исключаю. Это возможно. В обмен, например, на то, что будут выделены деньги на строительство стены, нагрыться с Мексикой или на другие финансовые хотелки республиканцев. Опять-таки выборы. Поэтому здесь есть потенциальные риски, проблемы, пока не критичные для нас, но проблемные. А вот если Трамп победит, вот тут может быть очень по-разному. И нам заранее надо тут готовиться, но не вмешиваясь в избирательную кампанию в США. Ни в коем случае. Не повторять ошибки 2016 года. Мы должны контактировать и с Белым домом, и с республиканцами, и с самим Трампом, попытаться найти какое-то взаимодействие. Это сложно, и может быть и не получится, но надо, попытаться надо. Другого выхода просто нет. Это вот что касается денег, и денег в том числе на поддержку Украины. Что касается стратегии. Ну, на самом деле, в принципе, американцы вырабатывают периодически стратегии, но работают чаще всего. Вот даже неформальные стратегии. Они могут быть и официальными, а чаще всего вот наиболее действенными были неофициальные стратегии. Когда их вырабатывали очень серьезные люди, и они, кстати, часто получали имена вот этих разработчиков, вот эти стратегии долговременные, которые работали при разных президентах, и при демократах, и при республиканцах. Ну, вот я два, назову два примера. Это прежде всего стратегия Кеннона. Стратегия Джордж Кеннон. Был такой американский дипломат. После Второй мировой войны он работал в Советской России. И вот он предложил, когда началась Холодная война, стратегию сдерживания, сдерживания России. И эта стратегия, в принципе, она работала очень много десятилетий с разными вариациями. Там были более жесткие формы сдерживания, ядерного в том числе. Было сдерживание, скажем так, на геополитическом плане. Но в целом стратегия работала. Но были еще там нюансы, я не буду сейчас в детали вдаваться, но другой пример. Это 70-е годы. Такая гибкая стратегия, которая была предложена, и периодически она тоже реализовывалась с американцами. Это стратегия переговоров и поиска компромиссов с Советским Союзом. Киссинджер. Киссинджер, да. И это касалось, кстати, не только нас. Это касалось действий США в разных точках мира. Завершение Вьетнамской войны. Вот сейчас обсуждают новый хит политический. Ну, только что был Оппингеймер, теперь Голду обсуждают. Фильм про Голду Мейер. Да, конфликт между арабами и Израилем в 73-й год, и как Киссинджер, скажем так, обрабатывал Голду Мейер. Вот это реалии того периода времени. Также напомню, что именно Киссинджер способствовал сближению, компромиссу между США и Китайской Народной Республикой. И фактически именно тогда произошло, вот сейчас мы даже об этом многие не знают, тогда, раньше ведь был в Совете Безопасности, и в ООН, и в Совете Безопасности, не Китайская Народная Республика, а Тайвань. Китай представлял Тайвань. А вот когда американцы договорились, то КНР стала членом, ну, вернее, заняло место Китая в ООН и в Совете Безопасности ООН. Да, но вот тогда это был очень сильный разворот. Поэтому два вот этих подхода, и они сохраняются по отношению к России сейчас, конкурируют между собой. И мы на всякий случай должны иметь в виду оба этих подхода. И, кстати, как это не парадоксально, сейчас оба этих подхода присутствуют в администрации Байдена. Там есть и стратегия сдерживания. Вот Блинкин, упомянутый вами. Вот он скорее сторонник стратегии сдерживания России, путинской России. А есть сторонники компромисса. Такого гибкого, прагматичного компромисса. Но чаще всего называют Салливана как сторонника такой стратегии. Это к вопросу о том, что документы в Госдепе наверняка есть. Но они касаются внутренней стратегии для Украины. Вот как Украина должна бороться с коррупцией, как должна проводить реформы. Это нормально. Кстати, у Европейского Союза тоже есть подобные документы. Но в чем проблема? Вот написали этот документ в Госдепе у Блинкина, а завтра придет Трамп к власти. И будет, ну хорошо, если будет что-то вроде Помпелло, вот как раньше было при Трампе госсекретарь. А вдруг кто-то другой, более популистский, более циничный. И что, будут они реализовывать стратегию Блинкина? Сильно я в этом сомневаюсь. И вот в чем проблема сейчас, если про стратегию. Вот беда в том, что у Соединенных Штатов, не только у Белого дома нынешнего, а в целом у американских элит, у них нет четкой стратегии. А что делать дальше с Россией? Вот какая должна быть стратегия по отношению к России? Какая стратегия, вот тактика есть, а вот какая стратегия по завершению войны между Россией и Украиной? Нет такой стратегии. Вот где проблема. Поэтому я, когда слышу про стратегию, в том числе на Западе и в Соединенных Штатах, вспоминая известную фразу, у меня нет пистолета, поэтому рука не тянется к этому предмету. Но я иронично улыбаюсь, когда слышу о стратегии. Вот моя реакция на эту тему. Это стратегия есть. Кстати, могу отметить, на самом деле нам нужна стратегия. Нам самим. Нашим руководителям в Офису Президента, правительству надо вырабатывать стратегию. Стратегию экономического восстановления Украины. Стратегию европейской интеграции. Она есть у нас, в принципе. Конституция даже зафиксирована. Ну, есть она в общих чертах, эскизно. А нам нужно прописать именно, ну, или хотя бы сформулировать ее, как пошаговые действия. Вот как вести переговоры с Европейским Союзом? Скорее всего, они начнутся скоро. Как решать проблему противоречия на грандном рынке? Я знаю, уже есть конкретные предложения на этот счет. То есть, уже люди готовятся. Но, тем не менее, все это надо прописать. Чем мы готовы пожертвовать, а чем нет? Опять-таки, нам нужна стратегия завершения войны. Не просто выйти на границы 91-го года. Мы должны для себя выработать с разными вариантами. План А, план Б, план С. Каким образом, на каких условиях может быть завершена война. Поэтому элементы стратегии есть. Вот провели оборонный форум на днях. Хорошо, это уже значит, начинают заниматься оборонным производством и взаимодействием с нашими партнерами. Но пока, как это у нас традиционно бывало и раньше, тактика доминирует над стратегией. И, к сожалению, не только у нас, но даже и в Соединенных Штатах. Много вопросов. Я вас подготовила, Владимир. Теперь мы пойдем в таком бриф-режиме. Итак, ленд-лиз. А, про ленд-лиз, да. Ну, смотрите. Я, когда приняли этот закон про ленд-лиз в прошлом году, я писал еще в марте. Ну, не только я. Многие коллеги об этом писали. Вспоминая опыт Второй мировой войны, что надо это делать. Я приветствовал. Но, вот, парадокс. Я сейчас не буду вступать в дискуссию. Она такая немножко конспирологичная. Я знаю, там есть люди, которые на вашем канале часто выступают. Ну, я у нас даже имя, это не секрет, Лорионов, который критиковал постоянно администрацию Байдена за то, что она не использовала этот инструмент. Для меня это тоже, ну, отчасти загадка. Есть объяснение. Я могу предложить объяснение, почему это не делали. Как бы большой нужды не было. В принципе, работали привычные. Нет, я поясню. Ленд-лиз, это же про деньги. Между прочим, это долг был бы наш. А так нам частично дают помощь грантами. Частично. Частично, как бы, работают там бюджетные механизмы США. В принципе, оно работало. Вот для меня проблема, и, ну, не загадка, но у меня нет ответа на этот вопрос. А почему не продлили? Вот почему не продлили? Можно было бы. Когда сейчас сложно. Конечно. Я не знаю ответа. Тут надо спрашивать наших дипломатов, американистов. Может быть, они знают ответ на этот вопрос. Но это вот еще одно свидетельство того, что, к сожалению, в администрации Байдена как раз вот той самой стратегичности не хватает. Одно дело писать стратегии. Я сам несколько раз участвовал в написании подобных документов. Ну, скорее, по линии общественности был такой у меня опыт. Это интересно. Это, кстати, полезно очень. Оно, знаете, способствует систематизированию подходов к политике. Я помню, коллеги рассказывали в свое время, была мода такая, еще при Кучме. Правительство, там, Кустовотенко, например, они тоже писали стратегические документы. Но в чем проблема? Написать-то можно. А потом власть поменялась. Пришли другие. И они свои собственные стратегии пишут. Я помню, когда-то Зурабов, который был послом, Михаил Зурабов, послом России в Украине после 2014 года, он так иронизировал, что, мол, вот у нас стратегия до 2020 года, ну, на тот момент, это еще даже было, по-моему, еще при Нуковиче. Да, вот до 2020 года. И у нас, как бы, ничего меняться не будет. Ну, понятно, что Путин остается при власти. У вас, как бы, он в Китае тоже пишут на десятилетие документы вперед. А в демократических странах, вот в чем и проблема? К сожалению, есть электоральные циклы и возможность смены власти. Приходит новая партия, если особенно с другой идеологической программой, то они могут сохранять эту стратегию, но явно будут ее существенно видоизменять. Вот в этом главная проблема. А у нас так тем более. У нас, к сожалению, какая-то единая политическая линия, и то не всегда, сохраняется в рамках одного электорального цикла. Вот пришел президент на пять лет, и реализуется некая линия, и то она может меняться. Вот у Зеленского, даже до начала большой войны, мы видели тоже изменения. Но это было понятно. Даже у Порошенко они были. Ну, не принципиальные, скорее, тактические, но даже у него они были. Поэтому по Ленд-Лизу, к сожалению, это пример отсутствия стратегичности, такой настоящей стратегичности, вот в вопросе войны между Россией и Украиной, стратегичности по отношению к Украине, их политики США в отношении Украины. Почему они продлили, не знаю. Я считаю, это ошибка. Ну, Владимир, тогда можно все-таки задам еще точащий вопрос по Ленд-Лизу. Вот так со мной случалось, что у кого бы я не спрашивала, и у действующих чиновников, и у многих других, и даже у западных экспертов, и у западных аналитиков, все как-то говорят про что угодно, но не про Ленд-Лиз. И вот у меня было такое ощущение, что, знаете, как будто я предлагала им горячие пирожки, они просто шарахались в шоке от этой темы. И говорят, пожалуйста. Или даже если они мне говорили, говорит, не вопрос, только за кадром. что такое, почему Ленд-Лиз... Хорошо, а что за кадром они вам говорили, Людмила? Как же я могу это озвучить? Ну вот, ну вот. Это же самое интересное. Нет, ну я могу сказать, нет, я могу сказать. Все говорили о том, что Штаты довели на то, чтобы вот мы не поднимали этот вопрос. Это вот, ну... Хорошо, а зачем тогда приняли? А зачем тогда приняли? Вот это для меня загадка. Нет, но я вот догадываюсь, что, скорее всего, принимали как некую страховку. Как бы такой страховочный механизм, который можно будет использовать, ну, в случае проблемной ситуации, вот которая сейчас возникла. Я бы... Но вот она возникла, а Ленд-Лиз закончился. Ну, в смысле, срок действия этого закона. Поэтому, ну, как-то вот оно выглядит все очень странно и противоречиво. И вот, опять-таки, уж извините, уже в который раз повторяю, но это не системно. Ну, не действуют так системные политики. Раз уж вы, ну, скажем так, сберегали этот стратегический механизм, то надо было его сохранить, хотя бы до окончания каденции. Ну, как раз вот... Потому что избирательные кампании, понятно, что будут противоречия, риск шатдауна он прогнозировался. Надо было сохранить этот механизм. Для нас в чем была проблема? Я думаю, что американцы тоже это имели в виду. Ну, потому что, так или иначе, это отложенный внешний долг. То есть, как бы, это записывалось в долг нам. Но все равно это ошибка, то, что его не использовали. Ну, можно было и в счет российских репараций тогда по американцам... Ну, я поясню. В счет репараций, смотрите, я об этом давно говорю, просто раз вы упомянули, я скептически отношусь к конфискации российских активов в США. И не только в США. Я поясню, почему. Здесь, опять-таки, работают внутренние интересы США. Вот представьте, Соединенные Штаты за счет чего держат доллар как мировую валюту? И за счет чего они компенсируют огромный внешний долг? Огромнейший внешний долг. За счет того, что очень многие страны, и не только страны, там разные экономические субъекты покупают ценные бумаги США. Казначейские облигации и так далее. Да, выгодно. Выгодно. Там процент невысокий, но надежность высокая. А теперь представим. И вот это активы. Активы, которые хранятся в ценных бумагах в Соединенных Штатах. Я, кстати, был свидетелем 10 лет назад. Это было в 2013 году. Я единственный раз был на Балдайском клубе. Сам напросился. Получил массу впечатлений. До сих пор вспоминаю. И до сих пор многое очень ценно в анализе. И вот в том числе там была дискуссия. Такая публичная. Как любил Путин. Он сидит на подиуме, на сцене. А в зале сидят эксперты, участники, гости. И чиновники в том числе. И вот он, обращаясь к Кудрину, который тогда, по-моему, еще был министром финансов. А тут чуть ли не на галерке сидит. Он говорит. А вот мы до сих пор держим наши ценные бумаги в Соединенных Штатах. А правильно ли это? Кудрин ничего не ответил. Но вопрос был уже тогда. И вот теперь американцы фактически арестовали эти активы финансовые. Но если они их конфискуют, то это очень плохой сигнал. Для китайцев, в первую очередь, у которых тоже очень много вложений в американские ценные бумаги. Ну и для многих других. Если вы конфисковали у россиян, это уже прецедент. То вы можете сделать то же самое с активами Китая. А если сейчас начнут забирать китайцы свои деньги с американских активов и другие, это так сильно ударит по доллару, что всем нам мало не покажется. Поэтому я очень скептично отношусь к версии конфискации. Вот судебное решение, конфискация отдельных активов по судебным решениям. Вот это да, это вполне возможно. Я считаю, что это тот путь, которым нам надо двигаться и в Европе, и в Соединенных Штатах. Возвращаем к системности. Возвращаемся. Тут много интересных событий происходит и грядут. Вот для меня, честно говоря, явилось откровением. Я потом стала копать и очень удивилась. Что оказывается? Институт изучения войны об этом первый написал. Ну, по крайней мере, я обратила на это внимание. Оказывается, что 18 октября заканчивается срок действия санкций ООН относительно Ирана, который запрещает Ирану поставлять ракеты третьим странам. Фактически, после 18 октября Иран будет иметь полное право открыто экспортировать ракеты и связанные с ним технологии без всякого международного контроля. И это даст ему возможность на полную сотрудничать с Россией. Правда? Смотрите, сразу... Мне кажется, это интересно для... Вы-то знаете, а вот, может быть, наши зрители пропустили. И вот еще интересно, что когда Шойгу ездил в Иран, то там был очень интересный сюжет на канале о том, как они уже обсуждали, что когда после 18 октября Россия заинтересована в баллистических и крылатых ракетах иранского производства. И вот тут вот интересная история. То есть получается, что сейчас продлить это невозможно, потому что СовбезООН блокируется Россией. Правда ведь? А с другой стороны, Иран получает вот такую вот открытую, просто возможность делать теперь все, что он хочет, и по большому счету, ну, как бы нормально. Ну, я бы не слишком драматизировал эту проблему. И вот почему. Во-первых, этот запрет касается не только ракет, а очень широкого круга санкционных товаров. Это первое обстоятельство. Второе. А что, Иран не обходит санкции? Не продает оружие России? Да, это справедливый вопрос. Это справедливый. Но когда он обходит санкции, это дает возможность американцам и миру как бы держать его за какие-то хоть узды. Ну, спокойно, потому что можем усилить же санкции. А если он все делает заходы? Смотрите, но в чем проблема на самом деле? В том, что, да, вот санкции сейчас формально, вот эти универсальные санкции по линии ООН, они будут, ну, фактически перестанут действовать. Но Запад продолжит свои санкции. А Россия, которая, ну, фактически, де-факто, де-факто, де-юр они могли формально соблюдать, но вот раз они покупали шахеды, об этом все знают. Вот они уже обходили. И целый ряд других был действий. Фактически они обходили вот этот универсальный санкционный режим. Сейчас, кстати, такая же проблема возникла, но пока, опять-таки, все гадают, а практически информации мало по поводу Северной Кореи. По поводу Северной Кореи тоже действует универсальный механизм санкции ООН. И все сейчас обсуждают, ага, вот будет ли, не будет покупать Россия артиллерийские снаряды у Северной Кореи, и, соответственно, что она даст взамен. И не приведет ли это к тому, что фактически Россия сама отменит этот режим санкций. И, кстати, есть такая версия, вот буквально сегодня прочитал в одном из изданий, корейские эксперты об этом говорят, что вот встреча Путина и Кима, ну, нового, нынешнего Кима, это, знаете, такой спектакль для того, чтобы воздействовать на Южную Корею, попугать, то есть Россия пугала Южную Корею, что, мол, не продавайте оружие Украине, а то мы начнем торговать оружием Северной Кореи. Вот что-то похожее с Ираном. Я думаю, что вот здесь, конечно же, есть российская игра с Ираном, и кто сейчас заинтересован в том, чтобы вот этот вот санкционный режим не продлевался, конечно же, Россия. А вот теперь другое, как будет действовать сам Иран. Риск того, что они будут продавать ракеты, да, он есть. Но, я напомню, Россия производит и сама, и баллистические крылатые ракеты. Сейчас, кстати, и шахеды иранские уже тоже не производят. Почему массово так используют? Потому что начали производить на своей территории. Так что, я не вижу здесь чего-то такого сверхординарного. Вот будет интересно по Ирану. Пойдет ли Иран по пути вот такой активной торговли с Россией, официальной торговли ракетами. Ну, потому что тут есть риск. И, кстати, тут еще будет и риск, ну, скажем так, для Израиля. Потому что, хорошо, Россия будет покупать ракеты у Ирана. А что взамен? А что взамен? Не будет ли здесь сотрудничества по ядерной программе Ирана? Ну, и так далее. Поэтому риск есть, конечно же. Но ситуация не является чем-то принципиально новым. И она не изменит, ну, скажем так, кардинально не изменит картину войны. Определенное влияние может оказать. А вот то, что хаотизация, ослабление, дальнейшее разрушение международного порядка происходит, вот это, к сожалению, факт. Эта тенденция, она началась не сегодня, но это будет новый этап разрушения или тенденция разрушения международного порядка. Тогда пойдем дальше. Ну, Россия со своей слабостью постоянно вытаскивает ядерную дубинку, да, она известна этим. В этом случае не о Медведеве идет речь, как ни странно, да. Россия, вероятно, готовится испытать свою межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник», которая может нести ядерный заряд. Об этом 2 октября сообщает New York Times. То есть, как это считается в Америке, я намеренно подчеркиваю, что это же не мы написали, это New York Times. Это может свидетельствовать о подготовке к испытаниям ракеты «Буревестник», которые уже испытывались в 2017-2018 годах. И «Буревестник» — это межконтинентальная крылатая ракета, которая, как заявляют россияне, якобы способна бить по целям за тысячи километров. Она является одним из шести видов стратегического оружия вместе с такими, как баллистическая ракета «Кинжал» и гиперзвуковой планировочный блок «Авангард». Пока все испытания «Буревестника», которые проводила Россия, были неудачными. Ракета «Максимум» преодолевала 35 километров, после чего падала в море. Почему я вспомнила про эту ракету? Потому что... И, кстати, заражая, производя радиоактивные заражения. И Баренцево море, ну, новая земля давно заражена, да, но тем не менее. Вы знаете, я на другое обращу внимание. Об этом, да, вот много говорят сейчас, военные эксперты оценивают по-разному, насколько это может повлиять. Это скорее вот на будущее. Ведь важно другое. Вот в контексте этой информации, этого проекта, который сейчас возобновлен, обращу внимание на другое возобновление, ядерных испытаний. И Россия, и Соединенные Штаты, и Китай возобновляют, или готовятся, пока так говорят, готовятся к возобновлению ядерных испытаний. То есть, скорее всего, начинается новый этап ядерной гонки. Гонки ядерных вооружений, стратегических вооружений. Увы, да, это... Вот рискованные тенденции на будущее. Я все-таки надеюсь, что и в Москве, и в Вашингтоне, и в Пекине будет доминировать здравый рассудок, и не пересекут вот эту красную линию, никто не хочет умирать. Вот на это очень надеюсь. То, что начинается модернизация ядерного оружия, имеющихся арсеналов ядерного оружия, к сожалению, это очевидно. Это не только в связи с войной между Россией и Украиной. Это один из факторов. В гораздо большей степени, я думаю, работая сейчас, особенно в США и в Китае, вот их противостояние. Оно продолжается, оно усиливается. Даже, извините, такая мелочь, но она очень символична. Вот это пандовая дипломатия. Раньше она была позитивной, а теперь негативной. Китай забирает своих панд из американских зоопарков. Из вашингтонского зоопарка. Да, да, совершенно верно. Это вот деталь, мелкая вроде бы, но она очень символична, она показывает нынешний уровень напряжения. Обе стороны друг друга рассматривают как главных противников. Вот они уже готовят, это как в холодную войну было, готовятся к войне. Они не собираются воевать, наверное, но они готовятся к этой войне, обновляют, пополняют свои арсеналы и фактически сейчас не действует закон об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это дополнительная проблема. Так что да, вот это риск. Вот если собрать воедино все эти факты, это дополнительный риск. Это очень опасная тенденция на будущее. Тут и наша война, она сама по себе риск. Потому что она может стать катализатором, триггером при определенных обстоятельствах. Кроме того, они уже думают о том, а что будет дальше. И накапливая, и модернизируя эти вооружения, они эти риски, к сожалению, усиливают. Ну и еще одна тема, на которую я не могу обойти вниманием. Дело в том, что мы очень много и долго говорили в разных концах мира о замороженных конфликтах. Но больше нас интересовали замороженные конфликты, которые на территории постсоветского пространства. И вот впервые в истории, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что впервые в истории постсоветского пространства замороженный конфликт был решен. Он был решен не дипломатическим противом, он был решен силой. То есть Азербайджан пришел и вернул свою землю, которая ему до юра принадлежит. И в этом смысле очень интересно сам прецедент. Вот 30 лет переговоров, дипломатических миссий и так далее, и так далее. Это ведь прецедент, да? То есть это о чем говорить? Что это не работает или что? И я сразу вспомнила, вот когда я говорила, да, вот сейчас об Азербайджане, я вдруг вспомнила. Помните, когда Россия забрала наш Крым, украла? Все стали говорить, ну это 40 лет, 70 лет, путем дипломатических переговоров. А получается, ничего не работает. Считаете ли вы, что можно как бы экстраполировать этот вот пример на, я не знаю, более широкое, вот безопасностное пространство, когда люди поняли, подождите, но если это не работает, вот есть пример, да, есть пример Украины, которая избавилась соединенного оружия, получила это. Есть пример Азербайджана, который 30 лет вел переговоры, в результате сделала то, что он сделал. То есть получается, а вот что получается, это спрошу у вас. Нет, ну вы сами сказали то, что получилось. Да, вот 30-летние переговоры по всем этим конфликтам, по Приднестровью тоже около 30 лет уже больше, вот по Карабаху тоже давняя история началась, еще когда Советский Союз был на самом деле. Ну а продолжился, естественно, уже как конфликт между двумя странами уже после 91-го года. И да, это вот, пожалуй, первый случай, когда вот в такой силовой форме конфликт разрешен. То есть мирные переговоры не сработали, хотя попытки были. Вот я слышал о разных вариантах, которые были еще и примерно 10 лет назад, и даже раньше, там 15 лет назад, когда в принципе были варианты компромиссного разрешения. То есть когда, например, вот якобы, я не знаю точно, но некоторые источники говорят, что Армения соглашала, что вот да, формально Нагорный Карабах будет частью Азербайджана, но будет сохраняться армянское правительство, то есть такая широкая автономия. Ну, извините за аналогию, тогда еще этого термина не было, особый статус. Вот то, что Россия нам предлагала, вот такой вариант тогда обсуждался только по другим названиям и так далее, по поводу Нагорный Карабах. А вот случилось то, что случилось. Вот как это может влиять на будущее? Вот мы про ядерное оружие говорили. Вот был режим нераспространения ядерного оружия, он до сих пор действует. Но Будапештский меморандум не сработал. И вот это негативное влияние будет. И мы видим, что тихой сапой, игнорируя режим нераспространения ядерного оружия, сразу несколько стран стали владельцами ядерного оружия. Индия, Пакистан, Иран готовятся. Никто не знает точно, но предполагают, что Израиль имеет ядерную бомбу и так далее. Вот там пример. Как бы есть вроде бы правовая рамка, но она не работает. А вот де-факто реализуется совсем другая стратегия. Вот я упоминал про Южную Корею. Кстати, Северная Корея тоже получила вне вот этих правовых рамок, игнорируя их. А Южная Корея тоже намекает. И мы готовы. Технологический потенциал есть для этого. Но пока американцы их убедили, мол, мы сохраняем ядерный зонтик над вами, гарантии безопасности. Поэтому пока не надо ядерную бомбу делать. И вот, что касается этого конфликта, да, это прецедент на будущее. Для нас в том числе. Почти наверняка, я думаю, что украинские политики будут на него постоянно ссылаться. Нам, кстати, сразу оговорюсь. Вот сейчас надо быть очень деликатными. Для нас очень важны отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. С Азербайджаном, ну, это связано и с Турцией. И, в принципе, у нас давно партнерские отношения. Много разногласий. И Азербайджан для нас, на самом деле, не был таким близким другом. Это видно по голосованиям в ООН, кстати говоря. Они не голосовали за вместе с Украиной по многим вопросам. Но, тем не менее, Азербайджан никогда не был нам врагом. Были достаточно тесные, близкие отношения в экономической сфере и на политическом уровне. И надо эти близкие отношения сохранять и дальше. Но сейчас, вот, например, для нас очень важно, и этот процесс уже идет, возобновить, восстановить хорошие отношения с Арменией. Армения пытается вырваться из-под российского контроля и активно пытается сближаться с Западом. Вот активизировались контакты с украинской стороной. И если в Армении сохранится демократическое правительство, которое, ну, скажем так, постепенно возобновит свое движение, как это было, кстати, раньше, в том числе к Европейскому Союзу и к сближению с Западным миром, я считаю, это будет отвечать нашим интересам. Ну, а для нас, вот я сейчас завершу эту мысль, для нас, знаете, какой может быть положительный момент, на который мы тоже можем ссылаться. Вот вы правильно упомянули про Крым в 2014 году. И тогда какие были дискуссии? Там кто-то говорил, навсегда потеряли Крым. А кто-то говорил, нет, надолго, но мы можем вернуть. Но ко второму варианту все относились очень скептично. И считали, что это такая отмазка, что, мол, мы таким образом как бы легитимируем свой отказ от Крыма. На самом деле нет. И вот пример Азербайджана, он чем для нас ценен? Тем, что даже если длительный срок оккупации, мы можем вернуть свое. Можем. Если подготовимся, если будет эффективная политика, будет военный потенциал и будет надежная, системная, эффективная поддержка международных партнеров. Вот тогда это станет возможным. И тогда не надо бояться. Даже вот сейчас. У нас неизбежно возникнет дискуссия, вот через некоторое время, когда рано или поздно начнутся переговоры о завершении войны. И вполне возможно, что они начнутся, когда не все оккупированные территории будут освобождены. И что тогда? Воевать до бесконечности? Я думаю, это не самая лучшая стратегия. Мы можем сделать паузу, как это делал я из Азербайджана. Главное, эту паузу эффективно использовать. А потом реализовать свой интерес. Так что вот я считаю, что на самом деле это действительно важный прецедент. И он будет касаться не только Карабаха. Кстати, даже в России пишут уже о том, что это как бы следующий объект, где это может сработать. Приднестровье. Да? Да. Да, просто, ну там сложнее. Там даже чисто внутриполитически сложнее. Потому что, но об этом у нас мало говорят, такая тема слишком уж деликатная, неоднозначная. Ну, представьте себе электорально. В Молдове и так эквилибриум. Почти 50, как у нас было до 14-го года. 50 на 50. Проевропейские силы и такие разные пророссийские. А теперь еще и Приднестровье, если, допустим, входит в состав Молдовы. Перекос в сторону пророссийских сил. И вот очень важно, чтобы начался процесс европейской интеграции. Молдовы, ну и естественно и Украины. Потому что, если еще и Россия хотя бы частично проиграет войну против Украины, вот это может очень сильно повлиять ситуацию вокруг Приднестровья и может создать предпосылки для постепенной, поэтапной реинтеграции этого региона, для восстановления, скажем так, исторической справедливости. Владимир, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Я только ищу у меня на часик вопросов. Надеюсь, мы в последний раз общаемся. Конечно, да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Владимир Фисенко был сегодня с нами на связи, за что мы его страшно благодарны. Конечно, признательно вам наша спонсорная платформа Патреон. Оставайтесь. Субтитры подогнал «Симон»